добрый день дорогие мои зрители задумывая новую формацию его канала сделать его немножко каналом о жизни о нашей я не думала что это будет для меня так тяжело обычно привыкнув общаясь со своими многочисленными ученицами говорить на разные темы потому что это касается не только пока мы шьем свое платьишко нашего платьишка мы обсуждаем буквально все что болит что беспокоит что волнует и так далее и говорим с ними на самые самые разные темы обычно для меня это всегда происходит в легкой спокойной естественной какой-то атмосфере не вызывает никакого труда а сейчас когда я придумала что я должна то же самое делать но уже сейчас перед вот этой вот камеры перед нами с вами перед вами дорогие мои слушатели оказалось все не так просто но тем не менее преодолевая свое смущение я продолжу начатое потому что отступать я не привыкла потому что задумано надо продолжать итак о чем хотелось поговорить сегодня прошлый раз я вам рассказывала о том как меня поразила книга мухина о поисках самого себя о поисках счастья о поисках призвания признания какого-то в жизни о чувстве собственного достоинства о воспитании вот этого самого чувства собственного достоинства чтобы чувство гордости чувство патриотизма и все это фразы казалось бы такие банальные избитые но мы стесняемся их произносить и вот сегодня я хочу как раз поговорить еще на одно такое наверное не очень принятую тему не очень такую достаточно чекотливую тему о чувстве долга и о чувстве патриотизма и о нашей с вами и конечно же прежде всего о моей любви к моей родине потому что тема это я считаю довольно серьезная и поднимать эту тему нужно и говорить о ней нужно когда был советский союз любовь к родине подразумевалась у всех каждого самым обычным естественным образом я гордилась что я живу в советском союзе я радовалась как мне повезло я любила владимира ильча ленина и все было чудесно я строила коммунизм я верила что когда-нибудь он у нас наступит и все такое прочее и было все замечательно но жизнь есть жизнь и она нас всех поправила коммунизма мы так и не построили а построили самый что ни на есть легко и кому не капитализм и что я хочу сказать и конечно все мы в своей стране разочаровались привыкнув что у нас были в институтах были хорошие стипендии у пенсионеров были приличные пенсии что мы всегда знали что нас ждет завтра не особо надо было думать о каком-то завтрашнем дне обеспечивать себе свое будущее потому что закончил школу поступил институт тебя уже ждет распределение ты уже будешь знать где ты будешь работать квартиру получишь через несколько лет государства или от предприятия на котором ты работаешь опять же бесплатно понимаете вот сейчас эти все вещи кажется какими-то чем-то невероятным а тогда было это все настолько естественно и мы принимали это все как должность и как данность и как должное мы этого не замечали мы этого не ценили и надо сказать что жизнь-то изменилась а наша-то любовь любовь к халяве как говорят сейчас на ютубе она сохранилась и она осталась сегодня я хотела бы вам рассказать об одном блогере зовут его богдан блог и хаски называется это иммигрант живет между по моему в канаде все-таки у него дом я недавно его посмотрела случайно он мне выпал ездит естественно на треке на большом на трейлере там же наполовину и живет на этом как большинство наших блогеров которые хорошо отзываются о нашей стране почему я хочу рассказать о нем потому что меня поразил недавно его ролик который он снял посмотрите богдан и хаски вы увидите его назывался этот последний ролик я в ссылочке дам описание в описании вернее дам ссылочку на него и вы можете его найти сразу за что иммигранты уехавшие в ту же америку в канаду свое время не любят сегодняшнюю россию вот об этом была речь и на какие посмотрев этот ролик я была просто шокирована потому что настолько меня поразила точка зрения этого человека настолько она не вяжется как бы с общепринятым каким-то нашим сегодняшним мнением а как вы знаете я не люблю жить по шаблону делать как все я всегда нахожу какой-то свой путь стараясь его найти сделать провести свой анализ если мне понравилась книга я сначала ее прочитаю чтобы составить свое мнение об этой книге если фильм то я его посмотрю не слушаю никаких критиков потом я составлю о нем свое мнение и тогда у меня будет все хорошо и мне будет нормально то есть я привыкла жить по жизни своим умом почему еще в профессии в своей я будем говорить добилась многого и вам нравится то что вам рассказываю всем да потому что я никогда не следовала какими-то протаренными тропами я все что новое мне попадалось я проверяла на практике потому что практика была огромная и эта практика часто зачастую разрушала общепринятые какие-то точки зрения общепринятое мнение и поэтому я к общепринятым точкам зрения отношусь с вами понимаете теперь как так вот о чем речь сегодня возвращаясь к нашему блогеру говорит он там о том насколько хороша наша страна мы ее привыкли с вам и о том как мы ее напрасно все с вами ругаем потому что и владимир владимирович наш богом данный нам видимо человек о чем мы совершенно с вами не подозреваем нам гораздо легче высказать ему какие-то многочисленные наши претензии пожаловаться на нашу тяжелую жизнь и так далее то есть я хочу сказать что ведь мы сами кузнецы своей жизни мы сами должны за нее нести ответственность а в нас во всех существует еще менталитет того прошлого который давлеет над нами советского союза когда мы привыкли что квартиру нам дают бесплатно что не надо ее покупать что если ты ее купил и живешь что в этом домике который состоит из кирпичей они из каких-то там ваты палок и листов фанеры как большинство домов у американцев за которые они платят вот я узнаю это с помощью вот таких вот видеоблоков по 35 лет ипотеки если случится какое-то стихийное бедствие допустим наводнение или какой-то торнадо снесет этот домик страховка не срабатывает и человек просто потерял все оплачивая выплачивая он остался на улице это будут его проблемы и государство не побежит и не будет строить ему новую деревню рядышком с той которая затоплена а у нас стране что действительно происходит это я его ролик пересказываю а у нас действительно что происходит мы ведь получили эту квартиру да она еще нам не очень нравится правильно то есть вот в этом желание получить что-то на халяву надеяться и рассчитывать на то что нам кто-то что-то должен оно приводит к тому что мы не замечаем то хорошее что сегодня есть у нас в нашей новой россии в нашей стране мы не замечаем тех перемен которые происходят с каждым годом что москву стала не узнать что россию стала не узнать что россия за последние годы так сильно изменилась настолько она выросла настолько она похорошела стало много строится новых дорог у нас не видно такого количества мусора мы постоянно бежим куда-то в другую страну надеясь что там будет свобода там будет равенство там будет счастье там работают все законы не то что у нас в нашей стране а в результате он говорит приезжаем и туда понимаем а туда едут лучшие люди лучшие умы и никто не едет туда за плохой жизнью а все едут надежде что там будет только лучше поэтому бросают здесь все обрезают обрубают здесь все концы продают квартиры дома и так далее и приезжает туда и понимает что несовершенное знание языка у многих невозможность писаться в обычную эту жизнь и хороший разумный инженер здесь там становился часто просто водителем такси какой-то рабочим на стройке тяжелым физическим трудом выгружен его заниматься и соответственно у него резко падает доход и достаток и наступают тяжелые дни разочарования и многие озлобившись поняв что россия меняется к лучшему а там все становится не так потому что всем казалось что там должно остаться то хорошее что к чему они здесь привыкли и добавится еще то лучшее чего у нас здесь нет но чудес жизни не бывает если мы находим одно мы обязательно теряем что-то другое законы какой-то дуализма из восточной вот этой вот идеологии инь-янь вспомните да то есть по-русски сказать у палочки два конца у медали две стороны если мы что-то находим мы всегда конечно же что-то теряем и надо сто раз подумать о том что стоит ли это делать я очень часто сталкиваюсь с тем что даже близкие некоторые мне люди начинают критиковать все и подряд я вот такую критику неконструктивную не приемлю потому что критика это что такое это прежде всего высказывание какой-то своей боли неудовлетворенности может за зависти к чему-то или кому-то какой-то нереализованности вот если человек доволен жизнью доволен всем и он благополучен и он застоялся и у него есть любимое дело и у него есть любимые друзья и у него есть любимая семья и все у него благополучно у нее искание в конце концов достаток жизни да что немаловажно то он не будет вот так вот находить отковыривать где-то какие-то недостатки рассматривать их через лупу и трястись красным знаменем посмотрите как у нас тут плохо да вот мое такое мнение и получается что я использую громкие слова которые на самом деле не люблю и мы стесняемся их произносить я патриот своей страны я люблю свою страну я люблю ее березки мне не нужен золотой унитаз я не стрем мне нужен обыкновенный домик у меня на даче летний который я могу построить среди березок мне нужна маленькая банька и летняя кухня при ней чтоб я могла там шить с белыми с прозрачными стенками чтобы не было все там видно и хорошо понимаете мне вот на самом деле большинство ведь из нас так мало нужно для счастья а мы все время говорим что плохо там плохо тут и здесь то он наворовал и чиновники то у нас такие и прочее 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 не замечая как на самом деле мы с вами живем все здесь хорошо и мне хочется сказать что я думаю что большинство со мной все-таки согласится что истинными ценностями является не наши доходы не наше богатство и не наши деньги ведь многим кажется что если я заработаю много денег я сразу стану счастливой отнюдь посмотрите внимательно вокруг много ли вы находили богатых успешных людей и счастливых семейной жизни я например практически таких не видела а если встречала то крайне крайне редко это когда уж настолько душевные качества членов этой семьи ну прекрасные высокие что ли да когда они не замечают собственного как говорится богатства собственных возможностей каких-то и они остаются глубокими добрыми любящими честными открытыми и отдающими людьми они отдают то что они имеют часто это благотворительность часто это очень скромно просто помощь ближнему человеку у меня есть такие друзья у меня есть такие ученицы которые живут вот так вот по такому принципу понимаете и я вижу для меня гораздо важнее думаю для всех на это состояние добра состояние взаимное какое-то участие состояние вот этой вот тепла и душевности которая должна окружать каждого из нас вот в этом будет счастье я очень хочу чтобы вы посмотрели на нашу страну другими глазами на нашу владимира владимировича путина посмотрели другими глазами потому что ему очень трудно потому что воз у него очень большой и тяжелый и надо помогать таким людям а не ругать их с каждой трибуны и не говорить как у нас все плохо вот собственно говоря сегодня мне хотелось сказать об этом следующий раз придумаю что-нибудь еще ну конечно буду продолжать снимать брючки потому что или что-то другое пара по раскроем и по выкройкам потому что тема твоей профессии на моем канале она снимается для меня гораздо легче чем вот такие вот откровенные беседы о чем бы там ни было я люблю вас дорогие мои зрители и хочу чтобы вы передавали крошечку моего тепла и моей любви дальше пусть у вас будет все хорошо так хорошо как собственно говоря может сделать в своей жизни каждый человек получилось у меня значит обязательно получится и у вас до новых встреч подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всегда ваша галина коломейка